Доброе утро, уважаемые трейдеры! Доброе утро, уважаемые трейдеры! Делать все возможное, чтобы настроение было на довольно высоком уровне, потому что это своего рода такие эмоциональные интервенции, которые проводят каждые трейдеры. Уже давно доказано, что если к рынку относится исключительно с кипическим настроем, такие же будут и результаты. Друзья, будучи фундаменталистами, нужно иметь такие стержневые фундаментальные суждения, которые должны быть исключительно вашим. То есть суждения, которые должны определять настрой, которые должны делать вас абсолютно уверенным в том, что вы правильно действуете на финансовых рынках. И если вы относитесь к категории трейдеров, для которых фундамент – это не пустой звук, конечно же, вы должны при даже не совсем предсказуемых движениях на площадках быть абсолютно уверены в том, что ваша идея, она взята не на пустом месте, она позируется на конкретном основании. И эта идея должна принести к соответствующим результатам. Ну что ж, мы продолжаем следить за, прошу прощения, тем, что происходит на рынках текущей недели по событиям, не обещая быть довольно интересной, хотя мы уже неоднократно убеждались в том, что даже при отсутствии каких-то интересных статистических событий, рынок может быть настолько волатильным, что даже супер насыщенная на эти фундаментальные посылы пятидневки отдыхает. Поэтому мы не будем забегать вперед и говорить о том, что волатильность, скорее всего, будет в лучшем случае рядом с средними значениями. Все может быть, тем более, что движения последних, собственно, недель явно указывают на очень серьезные такие, может быть, контртрендовые относительно фундамента движения. А значит, если на рынок вернутся более-менее такие здравые суждения, которые должны приводить к определенным движениям, я имею в виду основными движениями, направленными на ослабление нефтянки, на рост, собственно, котировок и доллара, и ослабление еще прочих рисковых инструментов. Тогда, друзья, у нас любой день может быть довольно интересным, учитывая то, что мы очень сильно просели сейчас по риску, да и, точнее, по доллару. И нужно восстанавливать позиции и отыгрывать. Поэтому будем максимально внимательны к тому новостному фону, который на рынке складывается. Хорошо, что у нас есть возможность с вами встречаться не раз в неделю на ежедневной основе. Поэтому будем держать руку на опусе. Давайте начнем с котировок нефти. На текущий момент можно сказать, что Brent обхаживает сопротивление-поддержку 65 долларов за баррель, потому что периодически меняется, собственно, статус вот этих уровней с как раз поддержки на сопротивление и на оборот. Пока что нефть восстановилась с минимумов, не добрались мы до нашей с вами цели в 60 долларов за баррель по Brent. Но я надеюсь, что тот откат, который случился, никак не повлиял на ваше суждение того, что нефтянка уже обречена на то, чтобы оказаться на более низких ценовых значениях. И почему мы продолжаем делать ставку на не только предположения, ожидания, может быть, подкрепленные нашей чрезмерной уверенностью, что актив должен повести себя так или не иначе. Мы еще опираемся на статистику, которая просто не позволяет нам сейчас поставить на то, что на рынке могут господствовать другие тенденции, кроме как о слабости нефти. И надеюсь, что вот этот локальный откат от минимумов, он не особо повлиял на вашу уверенность в том, что котировки все же доберутся до 60 долларов за баррель. Почему мы продолжаем продавать нефтянку? Да потому что у нас та статистика, которую мы получаем на еженедельной основе по штатам, это отчет от Американского института нефти, это официальные данные администрации энергетической информации, это еще прогнозы от ведомства управления энергетической информацией, Международного энергетического агентства, все они, если уж резюмировать, скажем, в формате таких консенсусов с регионных ожиданий, можно сказать, прочь это роста производства нефти, который уже даже не в перспективе нескольких лет, а в перспективе текущего 2018 года, будет, скорее всего, опережать спрос со стороны мировой экономики. И мы уверен, с каждым месяцем будем лишь в этом убеждаться, потому что американские производители продолжают бить собственные рекорды по добыче. В прошлой неделе не стало исключением, да, там прирост в формате такого недельного интервала был не таким существенным, как две недели назад, когда рост составил 300 тысяч баррелей до совокупного производства в 10-25. Но мы все равно, друзья, с вами уже выше вот этой психологической планки в 10 миллионов. Это настолько много, что не только мы, но и все сейчас, в буквальном смысле, считают денечки за того, как Штаты станут ключевым производителем нефти в мире. Напоминаю, что Штаты, в отличие от прочих крупных производителей, вправе сейчас наращивать объемы добычи в таких объемах, в которых им только позволяют их производственные мощности, потому что они не нарушают ни одного обязательства, ни одного соглашения, только потому что ни в одном обязательстве соглашения не участвуют. Экономический пакт — это какой-то новостной фон сторонний для них, но новостной фон, который позволил американским производителям обрести второе, третье, не знаю, какое еще дыхание, потому что именно со времен начала действия этого соглашения, еще с конца, собственно, 16-го года, американские производители получили колоссальную возможность выйти именно на единство ключевых производителей и отлично ее использовали. То, что производство нефти будет расти, подтверждается недельным отчетом Беккерфьюз по количеству нефтяных терминалов. Чем больше платформ, тем больше, соответственно, ожиданий просто добычи. Прошлая неделя. Снова не стало исключением, кстати, уже четвертой неделе подряд, но не то чтобы положительный у нас тренд недельный, но все равно. 798 единиц, это уже максимум с конца 2015-го года. Будем, уверен, двигаться все ближе и ближе к отметке в тысячу единиц платформ, потому что текущие условия, текущие цены позволяют американским производителям внедрять новые мощности и оставаться рентабельными. Хочется снова заметить, друзья, если среди вас есть скептики, уже со ссылкой, опять же, на официальные источники в Штатах, на сланцевых производителей, этот бизнес сланцево рентабелен даже тогда, когда котировки на WTI держатся в районе 40 долларов за баррель. Сейчас они гораздо выше. Поэтому можете сделать абсолютно правильный вывод о том, есть ли сейчас надежды для оптимистов, что американские производители начнут сокращать объем производства. Да нет, конечно же, они будут увеличивать и увеличивать, потому что сейчас колоссальный спрос, прежде всего, на их нефтянку, потому что, как вы знаете, WTI дешевле бренда. Поэтому ситуация не изменится. Я советую вам не забывать про прогнозы администрации аналитической информации, которые многократно будут пересмотрены еще в этом году. Ближайший ориентир – это 10,6. Позвольте мне, скажем, рискнуть с прогнозом. Я считаю, что 10,6 планка будет достигнута уже до конца первого полугодия этого года. Поэтому снова будут пересмотрены показатели добычи. Мы снова будем работать с месячным увеличением сланцевой выработки и будем все-таки ждать, когда Соединенные Штаты Америки достигнут по объему добычи первого места среди всех производителей в мире. И когда на рынке, собственно, появится эта новость. Я думаю, так же, как и мы преодолели планку в 10 миллионов, тогда котировки резко развернулись, показали серьезное ослабление больше, чем на 10%. Точно таким же последствием могут привести новости о максимальных и рекордных показателях добычи среди всех производителей нефти. Ну и вы помните, есть у нас еще один такой медвежий новостной фактор, на который мы ориентируемся, когда ОПЕК все-таки признает тот факт, что уже нужно выходить из действия соглашения, ну или, по крайней мере, быть уже не настолько чистоплотными в обязательствах по сокращению производства нефти и начать увеличивать объемы заработчи. Думаю, что так же и эти новостные события, комментарии, фактические действия не загорают. Рубль 56.44 пока что российская валюта использует тоже по максимуму восстановление котировок нефти, но если нефти умудрится продолжить расти дальше, то, соответственно, и рубль тоже будет крепче, тем более, что все ближе. И выборы в России – это еще один уже исторически доказанный фактор поддержки для курса рубля, но все-таки даже ему вряд ли удастся совладать с потенциальным резким и мощным ослаблением нефти, которое еще на рынке в формате ожидания присутствует. У нас цели остаются прежними, мы с вами ждем на доллар-рубль ближе к 60, а в идеале бы до конца, собственно, этого полугодия закрепиться даже повыше. Доллар японская, иена, котировки на текущий момент 106.42. В целом, друзья, пятничная торговая сессия наконец-таки ознаменовалась разворотом, то есть восстановлением котировок доллара и слабостью рисковых инструментов. Честно говоря, такую динамику в пятницу можно, конечно же, приурочить к эффекту пятницы, сказать то, что раз трейдеры прекрасно отыгрывали слабости доллара на протяжении всей недели, то перед выходными фиксируются обычно результаты полностью, либо частично. Это действительно практика рынка, а с этим спорить не нужно. Ну, раз уж у нас техническая, собственно, картина сейчас накладывается, именно фиксинга пятницы, накладывается с фундаментом, я думаю, что можно говорить о том, что и фундаментальные посылы они также имели не последнее значение и роль. В отношении доллара что можно сказать? Крайне болезнен сейчас всем покупателям американцев наблюдать индекс доллара на минимальных значениях больше, чем за три года. И если сейчас оглядываться на то, что доллар ослаб, и нужно как-то объяснить это фундаментально, друзья, даже при уже прошествии определенного количества дней, при возможности снова переосмыслить текущую динамику доллара, ну, очень трудно что-то вложить в основу слабости американцев, ну, кроме как, пожалуй, вот этих ожиданий на рынке того, что американские монетарные денежные власти и ведомства будут придерживаться политики более слабой американской валюты. Ну, это как идея, может быть, кому-то спокойнее сейчас продавать доллар, потому что такой фундамент достоин, чтобы отыгрывать его, раз доллар должен стоить меньше, чем текущие котировки, значит, этот тренд может сохраниться. Тем более, что впереди риски еще большего возрастания дефицита бюджета, потому что Соединенные Штаты Америки реализование налоговой реформы, собственно, в конце прошлой недели приняли решение о увеличении бюджетных трат, бюджетных расходов еще, по-моему, на 300 миллиардов долларов в ровно ближайшие два года. И, соответственно, чтобы как-то снизить этот негативный эффект от реализации двух очень важных политических инициатив Трампа, возможно, было бы сейчас мудрее сделать валюту слабее. Тем более, что мы также можем говорить еще про вот эти все еще свежие воспоминания, протекционистские лозунги администрации Трампа о том, что раз многие регуляторы проводят политику искусственного ослабления курса национальной валюты, почему и Штаты не могут ее проводить? Это сравнивая показатели торгового баланса экспорта и импорта прежде всего между ключевым потребителем Соединенных Штатов Америки и ключевым экспортером Кита. Но, если вы помните, я уже сделал вывод о том и говорил, что, пожалуй, нужно лишь смениться с тем фактом, что Соединенные Штаты Америки уже никогда не смогут избавиться от такого серьезного восхождения и диссонанса в показателях экспорта и импорта, потому что, как ни крути, но действительно американская экономика – это ключевой потребитель. И если, скажем, менять эту картину, то что-то серьезное должно произойти в плане негатива с потребительским спросом, ну, либо какое-то промышленное чудо должно произойти и случиться в Штатах, чтобы они смогли выйти на более высокие показатели экспорта. Я не ожидаю ни первого, ни второго, скорее всего, ситуации не изменится. Поэтому, друзья, я считаю, что опираться на идею более слабого доллара, потому что выгодная экономика не очень-то сейчас и правильная. Гораздо разумнее все-таки искать поддержку для доллара. И если уж мы видим, к примеру, слабости американцев и той же самой японской иены, искать причины, почему укрепляется курс японской валюты. И здесь у нас, в принципе, на фоне той последней динамики, которую мы наблюдали в рамках американского фондового рынка, тех панических настроений распродаж, ситуация становится более-менее понятной. Ну, давайте не будем далеко отходить от американца. Я хочу напомнить вам, друзья, то, что сейчас у нас есть дополнительная поддержка, еще новостная, хотя дополнительная здесь можно взять в кавычки, потому что это не то, что идет прицепом к тем новостным факторам, которые можно использовать, чтобы покупать доллар. Нет, у нас поддержка самая, что ни на есть, мощнейшая, поскольку на прошлой неделе мы разбирали с вами данные по инфляции и понимали, что если индекс потребительских цен нас не разочарует, то на этом росте этого индикатора будет базироваться мартовское решение ФРС по процентным ставкам. Я уверен, друзья, то, что сейчас мы смело, как и раньше, можем говорить, что ФРС поднимет процентную ставку, потому что, ну, об этом уже говорили все представители ФРС, об этом говорила и Джанет Хеллин, до тех пор, пока еще не полномочия ее действовали. Об этом, как вы знаете, сейчас говорит и Джером Пауэлл, который стал новым главой Федеральной резервной ассистемы. Ставки будут повышены, потому что с учетом того прогресса, который сейчас наблюдается на рынке труда, роста зарплаты и сокращения количества безработных, то есть американская экономика не то чтобы близка, она уже практически достигла максимального показателя опазанности. И, конечно же, в такой среде ФРС не то чтобы вправе, просто обязан уже поднимать процентные ставки, потому что, в противном случае, экономика может перегреться. Соответственно, из конца прошлой недели я хочу, чтобы вы еще использовали в качестве поддержки статистику по закладке новых дому, потому что у нас рост довольно солидный, плюс 10% фактически. И здесь тоже, на мой взгляд, абсолютно очевидный вывод, подтверждается, почему так прогрессирует сейчас рынок недвижимости. Это потому что, имея такую уверенность, я рассуждаю с позиции для едового потребителя в темпах экономического роста экономики, уверенность в том, что зарплаты будут расти, да они и так уже находятся по росту на максимальных показателях с 2009 года. Конечно же, потребитель приходит к выводу о том, что, возможно, разумнее, целесообразнее рассмотреть возможность покупки дому, нежели чем аренду. Эта идея не лишена смысла. Я думаю, что это основная причина, по которой рынок недвижимости также прогрессирует. А если вы сомневаетесь в том, что потребители уверены в экономике сейчас как никогда, советую вам посмотреть на пятничный индекс Мчиганского университета, который оценивает уровень доверия потребителей к экономике. Фактически 100 пунктов мы достигли по этому индексу, 99,9. Это один из самых рекордных показателей. Поэтому американская экономика продолжает свести пахнуть. Американская экономика растет, и подтверждением этого являются текущие показатели доходности трежериса. Американская экономика будет дальше чувствовать себя лучше, чем когда-либо. Со счет тех реализованных реформ, и прежде чем мы, скажем, станем скептиками и начнем закладываться под какие-то риски для экономики в связи с налоговой реформой и увеличением бюджетных трат, я считаю то, что мы еще не один месяц будем наблюдать крайне устойчивые, сильные показатели по аштатам. Поэтому для доллара это очень хорошая основа для роста, но воспользоваться он есть, может, только тогда, когда у японской валюты больше не будет прецедентов, из-за которых лучше бы, скажем, инвестировать в нее на фоне тех рисков, которые сейчас на площадках складываются. Ну, главное, я хочу перейти к фондовому рынку США. Друзья, да, восстановление, кажется, очевидно, то, что американский фондовый рынок, все индексы уже отошли от многомесячных минимумов, продолжают расти, и, кажется, рост может быть продолжен и дальше. Но имейте в виду, друзья, то, что такой рост, он на самом деле сейчас прививает к этой секции столько же напряженности и неопределенности, как ту, которую мы наблюдали до вот этих распродуктов. То есть сейчас, если посмотреть, опять же, на то, чем трейдеры, чем движимо вот эта трейдерская активность, все абсолютно уверены, что худшие времена уже пройдены, и американский фондовый рынок будет дальше расти, опираясь на рост американской экономики. И если мы сейчас обратим внимание на прогнозы аналитиков и экспертов, именно уже по результатам квартальной деятельности на предстоящие периоды, то в следующем, собственно, сезоне квартальных отчетов ожидается прирост прибыли на одну акцию уже практически на 20%. И мы снова работаем с контрастом расхождения тех, кто ставит на рост американского фондового рынка, и тех, кто ставит на снижение. Серьезным контрастом многомесячные максимумы, то есть один сплошной позитив. И это еще один сигнал того, что, скорее всего, американский фондовый рынок в ближайшие, не то чтобы месяц, а может быть даже в ближайшие дни, основа окажется под такими же тотальными распродажами. Не хочу, друзья, заверять вас в том, что американский фондовый рынок оплавится, просто считаю необходимым обратить ваше внимание на то, что такие же распродажи могут случиться. И вы помните, что лично мое мнение до тех пор, пока, скажем, перераспределение рыночных настроений может произойти, но только после того, как тот же самый S&P окажется ниже планки в 2500 пунктов. Пока что этого не произошло, да и коррекция у нас была, скажем, не такой же существенной, как могла бы быть по факту такой перекупленности. Вот почему я сейчас продолжаю верить в рост доллара, но понимаю, что если американский фондовый рынок в ближайшие дни покажет схожую распродажную динамику в последних дней, то мы снова будем, к сожалению, ставить идею с ростом доллара на холл, то есть режим ожидания, и ждать, пока рынок успокоится, потому что на фоне, опять же, рыночной паники, конечно же, будет расти спрос на защиту. В чем я более уверен, так это в будущем росте британца, потому что последние отчеты, которые мы разбирали в пятницу, рыночные продажи, очень сильно дотянули до прогнозов. Розница до этого, за несколько дней у нас был отчет по инфляции. Все это, друзья, то, что позволило нам изначально сделать ставку на то, что вот они, еще несколько мощных сигналов, которые указывают на то, что потребители продолжают сталкиваться с серьезным давлением катастрофической инфляции, и это давление очень сильно притормаживает их активность. Вот в порядке инсайда может быть отчет, который не так часто афишируется на площадках, в основных источниках средств массовой информации, отходят трейдеры, черпают какие-то данные, ресурсы. Индекс финансового хозяйства, это индикатор благополучия, мы тоже за него не часто обращаем внимание, находится сейчас на минимальном значении за несколько лет. И вот за последний месяц он снился до 42,2%. На основании этого индекса можно сделать вывод о том, что вероятность повышения процентной ставки в мае уже стремится чуть ли не к 70%, потому что мы видим то, что высокая инфляция продолжает оказывать мощный прессинг на бюджеты домохозяйств. И исправить эту ситуацию можно только в том случае, если создать условия, при которых инфляция начала бы снижаться, оказалось ниже темпа роста заработных плат. Для того, чтобы этот баланс был выдержан, инфляция нужно ослабнуть примерно на 0,5%. Это возможно только в том случае, если котировки фунта против доллара будут держаться выше отметки 1,46 и 1,47. То есть потенциал роста еще колоссальный, и мы с вами придерживаемся длинных позиций, потому что знаем, что банк Англии, скорее всего, будет поднимать процентные ставки, но и по-прежнему надеемся на позитивную конкретику относительно переговорного переходного процесса по Брэкзиту. Кстати, на этой неделе у нас должны быть долгожданные позитивные новости. Будем надеяться, что, опять же, переговорщики из Англии и Европейского Союза снова не наломают дров и сделают хоть что-то, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки. Европейская валюта против доллара. В очередной раз мы коснулись планки 1,25 и в очередной раз отбились от этого уровня. В пятницу коррекция, разворотная свеча, надеюсь, что техника также будет способствовать тому, что коррекционная динамика сохранится. Из событий пятницы можно отметить выступление члена Совета управляющих КИРЭ, который снова говорил о том, что повышение процентных ставок, если произойдет только после сворачивания программы количественного смягчения, а сворачивать программы количественного смягчения в этом году не собираются. Это еще один сигнал, почему мы можем работать, по крайней мере, в перспективе всего вот этого года с мягкой экономической политикой и не особо-то верить, что у евро будут хорошие шансы на рост. И вот основная идея, почему европейская валюта растет, тем более, что каких-то сильных отчетов, собственно, не было, и мощного позитива тоже для евро не было, но связывает, опять же, с сохраняющимися высокими показателями потока капитала. Это оценка, которую мы проводим, анализируя текущий счет, точнее, счет текущих операций. Ну да, действительно, от этого еврозона пока выигрывает, но это возможно только в том случае и происходит, потому что доллар еще у нас тоже находится на таких ротонных уровнях. Возможно, ситуация изменится, поэтому 1,25 многие сейчас используют в качестве такого психологического рубежа, выше которых европейскую валюту наблюдать уже точно не хотелось бы представителями Европейского центрального банка. Возможно, активность сейчас со стороны ЕЦБ не такая высокая, как могла бы быть, потому что ЕЦБ все еще верит в какие-то рыночные механизмы влияния на курсы. Но, возможно, если евро будет упорно карабкаться вверх и закрепится выше планки 1,25, тогда Европейский центральный банк будет более активным в плане словесных интервенций. В общем, ждем, друзья, подобную динамику, ждем распродаж евро, ждем распродаж прочих рисковых инструментов. Хотелось сегодня снова поговорить про Австралийца, но, опять же, чтобы не отнимать больше у вас времени, давайте тогда отложим перспективы этого актива на следующий брифинг. Но, в целом, я думаю, вы знаете, почему Австралийца нужно продавать. Я лишь еще раз приведу вам несколько доводов и аргументов со ссылкой на Резервный банк Австралии, почему Австралийца должен быть в числе аутсайдеров, тем более по мере продвижения банки 0,8. Друзья, на этом, собственно, все. Из важных событий сегодня-то особо выделить нечего, но завтра у нас протокол Резервного банка Австралии как раз утром торговой сессии вторника, то есть на завтрашнем брифинге у нас уже будет возможность уж точно со ссылкой на этот фундамент уделить побольше времени Австралийцу. Ну, полагаю, что в завтрашнем дню мы уже получим хороший импульс для коррекции Австралийцы, и вы его сможете использовать всем. Хорошая, друзья, торговая неделя. Не забывайте, что сегодня также состоится еще и вебинар, правильный понедельник в 16.30 в московском времени, где мы снова разбираем основные события прошлой недели и приходим к выводу, изменилась ли существенно новостная картина. Поэтому, если есть возможность, подключайтесь сегодня к прямому, собственно, к вебинару в прямом эфире в 16.30 в Москве. На этом все. Всего доброго. До свидания.